всем привет друзья луна помощи привет мы с луной дома сейчас хотим вот прибирать на кухне и надо нам приготовить на ужин задумали одно вкусное блюдо не знаю что получится да нормально получится оставайтесь с нами попробуем и для начала мы поставим варить яйца я взяла три штуки не знаю все ли они мне пригодятся возможно надо будет меньше обычно первого сорта так ну луна быстро передумала мне помогать и пошла по своему обыкновению хулиганить вот она тут садится и смотрит в окошко когда видит какую-нибудь муху мошку или птиц она начинает нервничать начинает прыгать на стекло в общем всячески выражать свое нетерпение и срочно хочется их поймать ничего не получается и еще довольно часто она прыгает вот сюда прям на сетку карабкается по ней и уже всю сетку и задрала но красавица мы так ну давайте вернемся на кухню здесь у меня 700 граммов фарша я вообще собиралась из него налепить котлеты до дела с концом ну вот сегодня с утра ввиду того что все-таки пятница решила немного покреативить ну кстати да я зря радовалась пятница потому что когда нашла с работы мне позвонили сообщили что завтра опять на работу ну уже такой кулинарный раз настрой сейчас будем начнут креативить это блюдо я сочиняю тут на ходу понятно что я его не сама придумала ну так вариации будут потом попробуем оправданно это было все или нет теперь к фаршу я хочу добавить сырой тертый картофель с молоком чтобы картошка не потемнела натертый на мелкой мелкой терке вот как знаете детям морковку натирают на такой и теперь все это соединяем фарш пюре яйцо приправу кто какие любит соль перец в общем ну кому что нравится по вкусу и все это перемешиваем до однородной массы я решила опять использовать разъемную форму и сделать не рулет а такую запеканку ну что чуть фарш получился так ну жидковат но наверное закрутиться конечно в рулет но вот такой разваленный вот решил сделать запеканкой теперь кладем на первый слой фарша половинки вареных яиц и вот думаю может быть что-нибудь сюда добавить стоит ли добавить сюда свежую зелень или не стоит или она запечется и будет невкусной потому что даже не знаю наверное лучше я сверху потом посыплю когда будет уже все готово ну вот выложила второй слой фарша и теперь наверное можно что-нибудь тут нарисовать кетчупом или вообще так полностью закрыть поверхность будка красная пленка сверху на конечно будет не самое полезное блюдо на свете если кто-то надеялся увидеть тут что-то полезное диетическое ребят ничего подобного тут не будет вот еще минутная форма не нравится она как это огромная такая широкая и не очень высокая гортики у него вот всего такие и широчина я вообще взяла чтобы делать слоеные салаты в магазине она не выглядела такой когда принесла дому увидела что она просто огромная ну ладно вот теперь она вам не служит для запеканок ну и давайте посмотрим как получилось когда все запеклось ставим выпекать духовку при температуре 220 градусов на 15 минут потом температуру нужно уменьшить до 180 170 и выпекать еще довольно долго ну минут 40 надо так пойду из кухни здесь очень очень жарко духовка очень сильно нагревает а кухня видите вот маленькая вот эта вся кухня поэтому побежали в комнату моя мама готовить никогда не умела и не любила сейчас не любит но сейчас она уже год на пенсии и она делает вид что она умеет готовить что-то там готовит и говорит вот я же теоретически-то умела всегда ну вот и думает что она удивляет нас всех своими кулинарными талантами но она плохова как готовить на самом деле все таки опыт нужен практика постоянная вот она готовить никогда не любила прям самой молодости это было не самое любимое занятие и в первые же дни семейной жизни своей она от этого дела очень легко отделалась сварила суп и обнаружила что она не положила лук туда готовила говорила она взяла нарезала сырой лук и прям туда ухнула в кастрюлю в результате какой там был отвратительный аромат свежего сырого лука папа открыл кастрюлю посмотрел сказал это знаешь я сам буду готовить и вот всю жизнь он сам готовит сам сам все и готовит там и на все праздники готовит и так на повседневное повседневные обеды и ужины по привычке наготавливает все в больших таких масштабах они вечер живут вдвоем есть и зуба ником а меня мама пыталась учить готовить но так как она сама умела готовить только теоретически она меня учила также теоретически примерно говорила так мани готовится так стакан там того стакан всего полстакана того полстакана этого смешать поставить и запекать повтори у меня такой способ обучение кулинарии раздражал до крайности я хоть была ребенком но я понимала что готовить учиться как угодно ну точно вот не так сейчас маме сказать что не было такого когда такое было что говорить а уж свою дочку я учу как как полагается собственным примером самого там ну с тех пор как она могла уже что-то там делать я и усаживала с собой давала чем там пельмени лепить вареники ли даже нож я никогда не боялась двое говорилось там ты режь аккуратненько осторожненько что пальчики не порезать муж когда ты видел он сидел на глазах он сейчас говорит что зачем ты нож даешь и слишком рано в девять лет ну конечно рано вот и она потихоньку осваивает папа мной в этом смысле очень доволен у меня похвалил до последнее видео там было где и на жарить мясо он похвалил меня вот именно за мой метод что ребенок сам учится вместе с мамой вот так и надо делать мне понятно похвала его очень ценно вот но сейчас давайте пойдем посмотрим чё же у нас там получилось так вроде бы все готово сейчас еще нужно посыпать зеленью и посмотрим как это выглядит в разрезе довольно живописно все пропеклось запах стоит прекрасный все осталось только звать семью к столу